Для Рязани современный внутренний туризм пока что вершина недостижимая. Сегодня просто поводить туристов по памятным полуразрушенным местам уже мало. Нужна инфраструктура. А ее в области по сути нет. Об этом же говорил на своем первом общественном стриме в Рио губернатора Павел Малков. От сбора информации пора уже переходить к активным действиям. У нас совершенно невероятная земля, очень богатая культура, история, огромное количество интереснейших объектов. Но здесь надо признать, что мы серьезно недорабатываем в этом направлении. Есть много всего, к чему с удовольствием приедут туристы, но инфраструктура оставляет желать много лучшего, туристической инфраструктуры. Поэтому сейчас мы разрабатываем такие планы, инвестиционные туристические паспорта на каждый из интересных объектов и будем привлекать инвесторов, будем работать по всем направлениям. Я надеюсь, что где-то уже к осени мы сможем организовать такую ярмарку для инвесторов в сфере туризма, представить им все наши объекты и уже понять четкий план, как мы дальше развиваем это направление. По количеству исторических мест Рязанская область, безусловно, во главе импровизированного рейтинга. Вот только мало кто сюда едет намеренно. Понятно, что есть Константинова, понятно, что есть Кремль. Но на этом, пожалуй, все. По словам экскурсовода Ксении Поначевой, летом путешественников привлекают места отдыха с водоемами и лесами. Естественно, Константинова. Сейчас особенно приятно, конечно, в такую погоду посидеть на высоком берегу, в травке, отдохнуть, насладиться свежим воздухом. Это, да, самый, наверное, популярный маршрут. Ну и, конечно, маршруты, которые связаны так или иначе с Мещерой, с Рязанской, потому что, безусловно, этот лесной массив очень популярен у отдыхающих. Ну, хотя бы потому, что там действительно чистый воздух, озера чистые, что немаловажно, реки. То есть, конечно, в ту сторону тоже очень много людей едет. Ну, благо, там есть где остановиться, разные турбазы и так далее. Ну и вокруг тоже очень много интересных мест, если мы говорим про культурно-познавательный туризм. А что сегодня в этом плане может предложить сама Рязань? Облагороженных водоемов в городе раз-два и обчелся. Даже обычный ремонт набережной у Рязанского Кремля – история долгоиграющая. К сожалению, к большому у нас в Рязани есть проблема с водоемами. Потому что в такую жару, конечно, было бы здорово где-то на берегу реки посидеть, на набережной пройти, где-нибудь в тенечке. Но у нас с реками действительно проблема в Рязани. Мы, конечно, очень надеемся на то, что все-таки будут приводить в порядок территорию вокруг Кремля, в том числе набережную. Мы надеемся, что в скором будущем возможность такая будет – погулять именно по набережной, посидеть на набережной. Но пока сейчас, наверное, спасаться от жары, если только у фонтанов. А еще отрасли катастрофически не хватает информационного сопровождения. Например, элементарных карт или путеводителей. При этом областной туристический информационный центр вроде как есть. Но его функционал пока что незрим и непонятен.